Вечер четверга. Хоккейная коробка у дома по адресу улицы Ручейная, 32. Яблоку негде упасть. Обсудить с городскими властями предстоящие изменения маршрутов собрались едва ли не все жители района. Что называется, наболело. Представленные несколькими днями ранее столичной мэрии новые автобусные маршруты номер 8 и 10 взамен привычных 6 и 20 вызвали шквал негодования у жителей микрорайона. Ведь новые рейсовые автобусы будут курсировать по другим улицам с конечными остановками в других частях города. Местные жители оценили предложение однозначно. У них пытаются отобрать привычный им способ попасть в город и лишить тем самым удобства. На защиту горожан стал глава Коми Владимир Уйба, осудил действия столичных властей и потребовал от Владимира Голдина пойти другим, единственным верным путем – проанализировать реальные обращения граждан и собрать с жителей их предложения. Глава республики Владимир Викторович Уйба дал поручение не принимать каких-то радикальных изменений транспортных маршрутов и не разворачивать транспортную реформу таким образом без учета мнения жителей. И прежде важная функция, которая должна предварять вот эту реформу – это объяснение, разъяснение той информации, которая нужна людям для того, чтобы показать, что это удобно. Только любая реформа делается для удобства. Нам действительно не хватает информации о том, где пункты пересадки, как изменяются маршруты, где купить или приобрести эту карту Туй. Вот все вот это надо максимально донести удобными, разными способами до населения, прежде чем радикально менять транспортное обслуживание. Собрать мнения жителей можно разными способами. Проанализировать социальные сети – они сейчас изобилуют комментариями со всех районов города – или провести сходы. Именно по такому пути и решили пойти жители Ручейный. Они самостоятельно инициировали встречу с руководством города, чтобы лично проговорить то, что их не устраивает в предлагаемых маршрутах. Главная претензия – новые автобусы не заходят на улицу Коммунистическую к социальным объектам. В мэрии на контакт в итоге пошли. На встречу с жильцами первый зам городоначальника пришел уже с обновленной схемой движения. Мы учли эти замечания и предложения, которые поступили от граждан. На сегодняшний момент мы собрались здесь для того, чтобы опять показать то предложение, которое как раз должно удовлетворить жителей. Потому что по большому счету вся основная проблематика, которая была озвучена жильцами улицы Ручейной и улицы Панева, о том, что маршруты не заходят на улицу Коммунистическую. На сегодняшний момент маршрут движения скорректирован. Мы также дополнительно провели переговоры с Университетом транспорта, посмотрели, каким образом это сказывается с общей схемой концепции изменения движения. И видим, что данное возможно. И поэтому на сегодня мы предлагаем скорректированные маршруты. Чтобы слова не расходились с делом, процесс обсуждения корректировок маршрутов активно включились депутаты-единороссы из Совета города и Госсовета республики. Они помогают Сыктывкару собрать предложения от жителей, проводят встречи и личные приемы в самых разных районах столицы. Люди озабочены, потому что достаточно серьезно меняется их трафик движения в центральную часть города. Поэтому было принято решение, что необходимо как-то собраться, наверное, это все обсудить, получить какие-то предложения от людей для того, чтобы выработать какой-то оптимальный маршрут, который устроят и городские власти, и жителей нашего города. И вот только часть из вопросов, которые прозвучали на встрече с жителями Ручейной. Возможно ли оставить маршрут номер 6 и 20 без изменений? Ответ мэрии. До февраля будущего года на этих маршрутах сохранятся только первый и последний рейсы. Кто будет перевозчиком новых 8 и 10 маршрутов? И какие автобусы выйдут на линию? Это и еще один вопрос, который звучит на встрече. Ответ. 10 июля объявлен аукцион. Контракт будет краткосрочный, на месяц. С 1 августа администрация обещает внимательно следить за реализацией реформы и работой маршрутов, в том числе, чтобы оперативно реагировать на возможные трудности в работе новых маршрутов и отладить систему к 1 сентября, когда школьники и студенты пойдут на учебу. Волнуют не только новые маршруты, но и интервал движения. Александр Гондарь уверяет, интервал останется пока как минимум прежний, а в последующем он будет сокращаться за счет выхода на линию новых автобусов. Приведу простой пример. Сегодняшние маршруты 6 и 27 единиц транспорта выходят. Да, в предлагаемыми нами 8 и 10 в сумме это 20 единиц транспорта. А можно ли вообще сохранить за новыми маршрутами старую нумерацию, спрашивают жители. Ответ администрации короток – нет. Нет. Инициативная группа жильцов улицы Ручейной отмечает, пока не на все вопросы удалось получить полные и развернутые ответы мэрии. Однако подвижки есть, нужно работать дальше, говорит Илья Костин. Во-первых, это очень здорово, когда власть сегодня открыта и оперативно реагирует на все вызовы, которые произошли. Конечно же, транспортная реформа, вы сами видите, вызвала какой просто резонанс в обществе. И, конечно же, при ней были определенные допущенные ошибки. Не все так гладко, но самое главное, есть на чем работать, есть куда идти, есть куда стремиться и достигать цели. Первый вариант, он точно не подходил жителям улиц Ручейной, там Панева, Дырнаса. Безусловно, за сутки буквально администрация города сегодня внесла уже изменения. Они более подходят. Но есть на чем работать на сегодняшний день. Сегодня, на сегодняшний день, на эту минуту, каких-то точных договоренностей мы не достигли между жителями и администрацией города. В связи с постепительностью новыми какими-то вопросами, на которые они сегодня не готовы ответить. Сегодня в группе общественного движения Ручейная «Наш общий дом» были выложены новые схемы проезда. Началось их детальное обсуждение с жителями, по итогам которого будут вынесены дополнительные предложения в адрес столичной администрации. Мэрия, в свою очередь, заверила, что все вопросы, которые уже были отправлены ранее, они отработают и ответят на них. Напомним, общественные слушания по реорганизации маршрутной сети продлятся до 16 июля. Жители столицы Коми могут вносить свои предложения.